приветствую вас на канале рейса греченко дача сад огород цветы мы обещали о том мы обещали вам что мы расскажем и покажем как мы обрезаем инжир мы стоим у инжира который укрывается на зиму этот инжир уже видите какой большой ему пятый год взрослый уже из череночка я его вырастила вот смотрите как все-таки определить что и когда делать обрезать не обрезать и почему нужно обрезать для того чтобы просто обрезать или для какой-то важной цели и так смотрите на побегах прошлого года это молодые побеги так называемые однолетки на них формируются обычно плоды вот они уже спелые и на этих побегах растут молодые побеги видите это этого года это у нас еще малыши и вот на этих побегах формируются уже ягодки эти ягодки на одном есть ягоды на другом нету вот этом а на третьем тоже есть смотрите достаточно большая ягода видно хорошо вот и на следующий год вот на этих побегах на молодых тоже они в следующем году будут однолетние тоже будут плоды там даже вот почечки уже заложены но на некоторых даже вот эти почки в этом году могут вызреть и могут дать урожай поэтому что мы делаем для того чтобы они не росли вверх смотри какая большая зеленая масса и эта зеленая масса дальше будет расти но на ягоды уже будет очень мало питательных веществ отправляться поэтому мы вот этот поток питательных веществ все время перенаправляем и это делаем в июле месяце обычно мы раньше было теплее весна и мы делали эти обрезки в конце июня но сейчас это мы делаем уже в конце июля тем более что время как раз для зеленых операций очень хорошее хочу сразу же показать вам уникальный кадр вот это инжирная огневка я потом отдельно еще тоже об этом в рите расскажу вот смотрите инжирная огневка яйцекладка и затем вот эти дырявые листья получаются вот эти бабочки но мы ее уничтожили вот сейчас как их с ними бороться я расскажу чуть позже а сейчас мы продолжаем обрезку и так мы еще не начинали что я делаю для того чтобы перенаправить питательные вещества на вот эти плоды и для того чтобы два две вещи мы делаем для того чтобы созрела вот эта древесина в зиму мы просто-напросто берем кончики и обрезаем делайте это в перчатках вот смотрите это когда тронулась и уже пошел сок он очень ядовитый печет на кожу если попадает клейкий такой вот этот вот эта субстанция этот сок поэтому нужно обрезать именно в дни когда четвертой фазы луны у нас сейчас как раз это время и она быстренько засыхает вот эта ранка и вот эти кусочки мы их выбрасываем просто-напросто и получается здесь у нас вот еще вот уже причем это все 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 кусочки нужно все веточки сделать и все кусочки вот эти срезать смотрите срезаем верхушку вот как это делается те кто спрашивал те кто уже с нами они знают что мы это делаем вот пожалуйста обрезали и не жалейте вот эти кончики ни в коем случае не жалейте потому что если вы оставите и урожай не созреет кстати здесь еще обязательно еще и будут в этом году некоторые плодики появятся и если их не обрезать то получится что эти плоды могут не созреть и так у нас было в зиму ходили с этими зелеными несозревшими плодами сейчас наш инжир полностью успевает до холодов отдать весь урожай и этот урожай который с прошлого года заложен на вот этих одревесневших однолетних побег и этот на молодых вот этот урожай тоже успевает возможно даже вот здесь еще будут плоды далее еще покажу одну веточку вот смотрите очень удобно срезать то же самое если оставить мы будем гнаться высоту вот сейчас вот смотрите вот будут вверх тянуться и эти вот плодики маленькие вот смотрите сколько их формируется их много формируется вот по всей вот этой веточки по всему побегу и что делать нужно снова же эту веточку безжалостно обрезать и еще можно вот так даже обрезать это чуть чуть больше почему смотрите молодые побеги всегда место для того чтобы здесь оставляли свою яйцекладку бабочки огневки и и некоторые моют но мы не моем листья потому что у нас рядышком внизу растут другие растения которым опасны вот эти большие количество воды и вот таким образом мы решаем смотрите сколько задач первое мы получаем урожай еще полноценный второй урожай полноценный инжира второе мы даем возможность чтобы все эти побеги стали древесными то есть одревеснели и стали полноценными в зиму а даже кстати на следующий год здесь и урожай будет еще веточки будут весной появляться и на них уже будет урожай мы и забираем вот как раз вот эту возможность для огневки откладывать яйца и уничтожать листья кстати не только листья огневка портит но и портит вот эти плоды поэтому кто-то мне там написал что только листья испортили плоды не надо заботиться об этом деле пусть будут пусть стоят вот такие дырявые ничего страшного они кстати и плоды уничтожают портят забираются внутрь плода а ради чего мы выращиваем инжир чтобы получить вот эти витаминные плоды вот это важные задачи которые мы выполняем для укрывных инжиров а сейчас мы вам покажем еще один инжир что мы будем делать с ним сейчас вы за него мы и расскажем и покажем а это у нас инжир мы сейчас покажем вам весь его это зимостойкий инжир молодое растение ему уже три года и здесь мы только обрезали вот на на главном вот этом побеге так называемом на древесине мы обрезали вот этот кусочек который бы тоже тянул в силы нам самое важное чтобы это дерево созрело но здесь мы никаких обрезок не проводим смотрите здесь высидет само растение сколько плодов здесь формируется и они прекрасно здесь созреют успеют созреть мы уже в прошлом году наблюдали как это происходит но здесь мы не режем они режем потому что это дерево и это морозостойкое дерево которое будет само определять как ему и что ему делать и самое главное я еще осенью всегда вот таким органическим удобрением кремний калий обрабатываю же после сбора урожая где-то в сентябре когда жара спадает и получается что вот эта древесина вот она сейчас зеленая она хорошенько созреет к зимовке и хорошо перезимовывает вот это такое растение тоже инжир но этот инжир у нас зимостойкий не укрывной поэтому здесь никаких обрезок не делаем еще был вопрос такой очень много сейчас выращивают огородников садоводов это растение почему он вообще не дает плоды растет себе растет и никаких результатов нету просто возьмите и обрежьте кончики просто обрежьте дайте ему задание проговорите если ты не будешь давать плоды мы с тобой расстанемся но и в то же время обязательно везде все кончики обрезайте если нету плодов но у нас всегда плоды есть наши растения знают задачи свои естественно мы вот это растение из череночка вырастили и были обрезки но обрезки уже делаем формируя дерево будут снизу какие-то обрезки внутри чтобы не пересекались эти веточки вот кстати хочу показать инжирная огнелка сегодня вот такое вот как еще поступает инжирная огнелка я вот только обработала карада м это биоинсексициды я только работаю биопрепаратами и вот это доказательство того что уничтожают они тоже вот эти наши плоды вот этот вредитель который называется инжирная огнелка вот эта тема сегодня у нас раскрыта мы вам показали что не все инжиры обрезаются как договориться с инжиром о том чтобы он давал урожай поговорите с ним все он понимает прекрасно и объясните что нужно давать урожай и обязательно тот который вы укрываете нужно обрезать кончики если же не укрывной и не дает урожай тоже порежьте ему кончики и посмотрите что получится но в основном у нас все укрывные инжиры многие занимаются это у нас на юге здесь морозостойкий растут вот такие инжиры сорт неизвестен называется просто морозостойкий не укрывной инжир вот такая тема мы ответили на ваши вопросы и показали как мы обрезаем мы обрезаем все кончики ну а весной уже обрезку дополнительную делаем для вот этого инжира который у нас деревом формируется будет расти дерево и там же дополнительно будет обрезка на том укрывном инжире посмотрим как перезимовывает и чтобы не было смещения чтобы ветки друг другу не мешали обычные правила тоже обрезки это все будет весной ну а сейчас зеленые обязательно в конце июля прекрасное время сейчас для обрезки используйте эти моменты ну а мы обрезкой занимаемся раиса горяченко александр волик и самой обрезка и показываем рассказываем и подготовили это видео для вас ну что ж мы прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале пока пока ждем ваши новые вопросы задавайте ищем сами ответы учимся и делимся опытом с вами всем мира и добра и здоровых растений в саду с хорошим урожаем прекрасных витаминных плодов и ягод пока пока